итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас четверг 30 апреля и давайте посмотрим с вами на графике евро и фунта видим что европейская валюта вчера предприняла попытку роста однако пробиться выше максимумов этой неделе не удалось даже после решения федеральной резервной системы на которой было вчера обращено все внимание на данные по ввп все это не позволило выйти европейской валюте за пределы бокового канала принципе как и британскому фунту и весь акцент сегодня будет расставлен на заседание европейского центрального банка и так обо всем по порядку вчера у нас был вышли данные по изменению объема за первый квартал видим что падение на 4,8 процента против прогнозов 4 процента но существенного роста американского доллара не произошло все ждали у нас решение федеральной резервной системы ставка осталась мы видим без изменений на уровне 0 25 процента и в целом в ходе пресс-конференции глава фрс не рассказал ни о чем новом заявил что новые инструменты будут введены тогда когда это будет необходимо пока рынок справляется с тем что уже фрс предприняли о том что кредитование компании которая была недавно одобрена начнет действовать ближайшее время все будут получать поддержку но рассчитывать на нее могут те компании которые являются платежеспособными а бизнес который не приносил особых результатов те денег не получит также велась речь о безработице в целом о перспективах экономики дальнейших павел не говорил единственное что отмечал что рынок достаточно хорошо восстанавливается и в целом никто пока сворачивать меры поддержки не собирается как и повышать процентные ставки также никто пока не будет поэтому на этом позитиве фондовый рынок продолжил свой рост а пара евро доллар подобралась к максимуму вчерашнего дня но точнее максимума 28 апреля но пробиться выше не удалось и сейчас видим такое вот движение вниз перед заседанием европейского центрального банка которая будет более интересная кроме заседания и cb у нас сегодня выходит инфляция по странам еврозоны выходит уровень безработицы видим что прогнозируется его повышение замедление инфляции прогнозируется и сегодня решение по основной процентной ставки ожидается что ставка по депозитам может быть снижена еще 0 25 пункта ставка основная процентная ставка скорее всего станции без изменений и посмотрим что нам расскажет европейский центральный банк что нам расскажет президент европейского центрального банка какие будут дальнейшие перспективы будет ли на расширена программа покупок либо какие-то введены дополнительные налоговой бюджетные меры все это мы услышим все это мы посмотрим но вполне вероятно что после негативного отчета после если даже и цб сохранить ставки без изменений давление на европейскую валюту возрастет и мы увидим возобновление нисходящего тренда сегодня у нас также публикуются данные недельные по числу первичных обращений запасами по безработице видим что прогнозируется рост на три с половиной миллиона но после 4 и 4 миллионов но это конечно будет достаточно хорошо если всплеск безработице пойдет на спад поэтому что касается нас технической картины если мы формируем сегодня опять же ложный пробой от максимумов этой недели в районе 08 85 то это сигнал к продажам целью медведей будет прорыв 08 40 закрепление ниже этого диапазона откроет прямую дорогу на 08 12 и затем мы пойдем на 07 87 где можно смотреть покупки сразу насколько аналогичная картина в обратную сторону если мы отталкиваемся от 08 40 ничего страшного у нас на после решения яйца бы не происходит то покупки наложено пробой а закрепление выше 08 85 приведет на 09 16 и 09 37 еще нужно помнить что сегодня последний день у нас апреля последний день торгов завтра новый месяц и вполне вероятно что ситуация останется в текущем боковом канале что нас касается британского фунта то здесь мы также видим еще реактивную борьбу покупателей и продавцов ну в целом к серьезным техническим изменениям это не привело быки сейчас нацелены на сопротивление 2479 если закрепляемся выше этого диапазона то можно посмотреть покупки на 25 26 и 25 73 здесь продажи насколько коррекции 30 40 пунктов думаю вполне можно будет взять если мы вновь не получается нас выбраться выше 20 24 79 формами сложный пробой то опять активные продажи с целью обновления 29 23 92 на закрепление ниже этого уровня ближе ко второй половине дня быстро столкнет фунт на 23 27 и 23 2 0 здесь покупки на отскок с коррекции 30 40 пунктов всем удачи